Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексей Андрей, Алексей Пан, Андрей Фокс, все как обычно, мы решили вдвоем записать вот такую игрушку, как 7 Day 2 Dice. Собираем камни, значит, расскажу чуть-чуть обо самой игре. Андрей, поприветствуй, народ. Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Вот, и... Сори, что-то я бегу уже много. Так, вот, такая игра, да, такая игра, в ней кричат, кричат, кстати, как игроки, так и рядом ходящие, ну, как выжившие, наоборот, умершие, но восставшие зомби. Ну, в общем, игра про зомби. Игра про зомби, нужно от них убегать, нужно их мочить, нужно выживать. Немножечко даже похоже на Майнкрафт, потому что это на моем канале. Вот, и мы скачали новую версию 8.2. Это для тех, кто как бы увлекается этой игрой, будет понятно, что это относительно новое. И вот тестим ее, уже даже один раз не получилось, вот, надеюсь, получится сейчас. И у нас сейчас первая задача, это хотя бы встретиться. Так, у меня так что-то громко это самое. Вот. Андрей, ты сказал, что ты там пойдешь на кукурузное поле, да? Да, да, Алексей, я пытаюсь дойти до кукурузного поля, но как... Понимаете, здесь же просто много можно разрушить и собрать чего-то. Так я очень медленно продвигаюсь к кукурузному полю. Я понял. Так, я тут всякий хлам уже пособирал. О, баночка. Вот, играем мы на среднем уровне. Ну, то есть, по умолчанию. Почти все стоит по умолчанию. Разве что кроме крафта и вскрытия вот этих всех машин, там, сундуков и так далее. Это мы поставили на быстро. Да. Обыскиваем мы быстро и создаем быстро, просто чтобы вы не смотрели, как мы это делаем долго. Так, и я иду не в ту сторону, как же это здорово, что я это сейчас понял, а не потом. Так, все. В общем, наша задача сейчас встретиться на вот этом кукурузном поле, которое я сейчас показываю на своем экране. Так, и первое, что мы будем делать, наверное, это все-таки хотя бы оружие такое сделать самодельное. Андрей, что ты там делаешь? Говори, говори со мной. Я буду с тобой говорить, Алексей, просто не хотел тебя перебивать, ты так убаюкиваешь, знаешь. Ну, я же преподаватель, вообще-то. Я понимаю. Значит, мы рассчитываем сделать арбалеты, потому что это не слабый уровень, не изи. На изи просто подбегаешь к любому зомби, бьешь в голову, и вопрос решается. А на сложном уровне, ну, не на сложном, по среднем уровне, на нашем, уже желательно пару зомби хотя бы отстрелить, иначе у тебя на всех не хватает здоровья. Поэтому, думаю, сделаем арбалеты. И оказалось очень важно сделать металл. Металл. Из металла делается уже почти все. Но для того, чтобы сделать металл, нужны формочки. А для того, чтобы сделать формочки, оказалось, нужно какой-то странный ресурс, который, как я потом понял, можно сделать из зерен кукурузы. Поэтому мы бежим на кукурузное поле. Да. Я не слушал, извини. Но да. Это не проблема. Просто я... Потому что в других играх как-то чуть проще. Получается, ты бежишь, и пока бежишь, спокойно можешь разговаривать. А здесь вот чуть не там повернул, и до свидания. И хотя бы думать можешь, да? Да. Здесь бывает тяжело сформулировать мысль. Я вот хочу убить оленя. Так, секунду, ответ не надо. Я позже, думаю, смогу это сделать. Кстати, очень неудобно с арбалета убивать оленя. И очень неудобно это делать топором, потому что он быстрее. Да. Чем мы. Сейчас я натылю с поля кукурузы. Я тут хочу хотя бы топор по-быстрому сделать, блин. Потому что тут идет за мной медленно, но уверенно. Один товарищ, блин, я неправильно поставил, походу. Я тут... Ай-ай. Алексей, я... Давай-давай-давай-давай-давай, быстрей. У меня такое псение, что они меня не простят. Ух ты, блин. Много беру кукурузы. Хотя зачем я с ним борюсь сейчас? Ой, какой звук неприятный от него, когда его бьешь. Так, слушай, ну здесь, знаешь, здорово, когда кукурузы много. Я думаю, может быть, ее не уничтожать. Сейчас, смотри, чем больше я ее луплю, тем больше кукурузы выпадают. Она все-таки... Ну, голод. Если не есть, ты умрешь. Так, все. Какой-то толстяк. Любитель кукурузы меня прогнал. А ты уже на поле, да, я так понимаю? Да, да, да. А я что-то боюсь на него идти без ничего. Да, я... Просто мы с Алексеем до этого пробовали зайти на поле. Да. И это оказалось очень грустно. Кстати, игра версии 8.0 и 8.1, когда мы на нее обратили внимание, она очень сильно крашилась. Настолько, что было просто невозможно ее записывать. И версия 8.2 более стабильна, но уже один раз с Алексеем она у нас тоже закрашилась. И, кстати, когда она крашится, то она уничтожает файл бандикама. И, в общем, получается, нельзя записать. Мы ищем, как это сделать. Применили хитрость, надеемся, у нас получится. Ну, вот это ох и хитрость, да? Это нормальная хитрость. Записывать файлы по 2 минуты, то уже мне хитрость. Ну, а почему нет? Ну, я же не сказал военная хитрость. Детская такая хитрость. Если ты меня озадачиваешь, я начинаю топором рубить землю, а потом не понимаю, зачем я это делаю. Потому что ты рубил эти дрова, наверное, да, и задумался. Нет, я, собственно говоря, хочу сделать формочку для металла. Очнулся в Китае, да. Не говори. В общем, мысль у нас примерно следующая. Мы будем, скорее всего, не обыскивать дома. Потому что на сложном уровне, на среднем, я буду говорить на сложном. Да. Там, ну, это очень тяжело сделать. Мы не можем вынести даже один дом, нас просто убивают. Поэтому, скорее всего, мы запрячемся в лес, сделаем какое-нибудь оружие, а уже потом придем доминировать. Или, Алексей, пока я это говорю, ты уже там дом вынес? Нет, я готовлюсь, вот делаю лук. Единственное, что я не могу ни одно перышко найти. Вот это вот опять проблема. Кстати, насчет перышка, насчет лука. Я тоже сейчас так сделаю. Я вижу оленя, и я хотел бы его победить. Так, вот надо дерево срубить, это точно. Это точно, надо дерево срубить. Я только не очень помню, как конкретно делается арбалет. Арбалет вперед, по бокам у него два натягивающих этих самых. Все из палок, короче. По диагонали. И подмышками, да? И подмышками. Я просто его создал, я посмотрел, и, в общем, у меня такая ассоциация появилась. Да, подмышками две кучки. А я, кстати, не знаю, где ты нашел перья, потому что я перьях не нашел. Перья или в мусоре, в мусорках. Ну, это я понимаю, но просто у меня ни одного пира нет, и я вижу оленя, но не могу им ничего сделать. Ну да. И он тоже, собственно. Да, открывать он на меня хотел, судя по всему. Так, я еще собираю кусты. О, я нашел гнездо. И в гнезде семь перышек. Все, я скоро буду с семью стрелами, это хорошо. Так, хватит ли мне... Блин, может не хватить, конечно, палок. А, ну так я ж палки тогда сделаю. Класс. Ой, ой, ой. Хорошо, что, Алексей, я вовремя спохватился. Я чуть не переделал всю кукурузу, не переплавил ее в не то, что нужно было. Во что? Например? Я ее в зерна переплавил, а оказалось, что из зерна нельзя сделать муку. Почему-то только и селой кукурузой можно сделать муку. Кстати, мука насыщает плюс два. Единственное, что ты ходишь, и от тебя пахнет на один метр. От кукурузы? Да, от простой кукурузы. Стразно. Насыщение плюс два. Ну, можно есть и зерна, а не зерна нельзя. Нет, там, по-моему, их можно так кушать. А, ну, початки можно есть, насколько я знаю. Можно есть муку кукурузную. Насыщение плюс пять, но минус десять гидрация. То есть, ты вздохнешь, извини меня. А, из сушения, да? Из сушения, да. В общем, вздохнешь все. В общем, я побежал на кролика с топором, потому что у меня нету ни одной секундочку. Я сформулирую позже. Оказалось, это тяжелая задача. У меня нету ни отмолкера, ни отмолкера. Все, я с арбалетом и с семью стрелами, так что какое-то количество я смогу. Так, значит, где ты? Давай-давай уже встречаться. Так, куда-то сюда идти. И так, чтобы обойти. Как-то вот так мы пойдем, да. Так, ладно, пойдем по дереву. Сейчас мы заодно проверим, насколько стрелы хороши. Ой, блин, там опять собака. Я не люблю собак. Я люблю собак, я не люблю вот этих собак. Их три! Их три! Нет, на самом деле, больше одной собаки, это практически верная смерть, особенно на более сложных уровнях. Ну да. Так, ну нафиг, ну нафиг. Я убегаю. Надеюсь. Понимаешь, Алексей, я не ожидал, что будет проблема сделать арбалетную стрелу. Да. Просто у меня куча оленей вокруг меня, но я ничего не могу их сделать. Даже нашел гнездо, но все равно там не оказалось перьев. Блин, они меня загнали к радиационному полю. Я на краю карты, короче говоря. Блин. Мы должны были встретиться, но... В общем, чем сложнее уровень, тем грустнее со встречами. Ну, давай, да ну, слушай. Так, собака, не собака, не знаю. Алексей, три гнезда я распотрошил, нету перьев. Да ты что? Я только что нашел девять штук в одном гнезде. Перешли мне. Перешли. По моему... ТП-ш, ТП-ш куда-нибудь. Хорошо. Блин, для камня не подбирается. Что-то... Я думаю, может, я пистолет найду, слушай. Так, я, короче, обхожу вот этих всех собак в очень большом радиусе. Блин, как я далеко зашел, получается. Меня собаки загнали на край карты. Я нашел перьев, Алексей, и меня тарабят. Так, я сейчас вот встану здесь и покрафчу спокойно эти самые. Да, я сейчас тоже подумаю, что бы мне такого скрафтить. Формочку... Ага, нет, это сложнее. У меня нету... А, нет, у меня есть банка, сейчас я подойду кой. Алексей, я увидел куб. Куб? А, это не куб, боже. Это пенек, вид, сбоку, понимаешь? Кто же знал? Это настолько все серьезно. А, Алексей, я хочу тебе напомнить, что нужно в тулбар забросить то, что ты не хочешь потерять. Это да, это я помню. А что бы я не хотел потерять? Я знаю, ты лучше это сделай, а то это очень дорого обходится нам. Блин, а у меня уже выбор такой достаточно немаленький. Я даже не знаю, с чего лучше. Ну, тут какая-то есть и еда, и не еда. Ну, камни-то поднимо соберем. Вот дерево я бы взял, наверное. Патроны. Ну, патроны тоже хорошо, но без автомата это как бы не самое необходимое. Так, хорошо, ладно. Значит... Банночку воды зачерпнул, так сказать. И будем, если что, пить, Алексей. Шутки-шутки. Так, у меня тут сбоку есть один домик, но я что-то боюсь один туда идти. Поэтому я лучше к тебе. Блин. Заодно по дороге. Такой, знаешь, как домохозяйки на заметку. Если у тебя есть две баночки воды, ты подошел к воде, нажал один раз правой кнопкой, то ты зачерпнул баночку воды. Но если ты нажал второй раз кнопкой, как бы вторую баночку застерпнуть, то ты получил минус пять здоровья, минус двадцать стамины. А, потому что ты его выпал, да? Пятнадцать гидраций, да. И здоровья еще минус триднадцать. Я понял. Я не знаю, что такое велнос. То есть, знаю, но не могу... Хорошесть, типа, нормальность. Хорошесть у меня, Алексей, попустилась у меня. Хорошесть. Это как-то нехорошо тебе, да? Нехорошо, да. Не могу понять, как мне... Ну, пустая банка, отлично. Мечтанку сделать это. Я вроде поставил, как было указано. Чтоб мил получить, но... Я же глину, я до сих пор хочу получить глину. А, у тебя же план... У тебя же план-то наполеоновский. По глине должен быть выполнен. Собрать вертолет, да? У тебя план. Собрать вертолет и упасть на нем. Да. Но красить. На дом, на дом зомби. И чтобы они там были все одновременно. Да, план хороший. Приманивать их там будешь, Алексей, угадай. Ну, естественно, кто, кто, кто. Да, да, да. Олень будет приманивать. Да, мы на него привяжем что-нибудь такое пахучее. Точно. Что-то пахучее достаточно. Так, я нашел пенек, в котором может что-то быть. Знаешь, такие пеньки есть с дуплом. Вот, например, в нем есть фонарик. Замечательно. Зачем мне сейчас фонарик? Алексей, я запутался. Меня почему-то не получается сделать из этой муки то, что я хотел. Да ладно тебе с мукой. Да ну, ладно. Давай хотя бы встретимся, е-мое. Люди даже не думают, что ты просто сидишь рядом со мной и надиктовываешь. Придумываешь всякие эти ситуации, рассказываешь. Смотри, а я сейчас вот оленя. А ты где? Я сейчас прямо возле Дезервиля, справа чуть-чуть от него, по верху бегу к полю кукурузному, а ты? Я сейчас тоже подойду к кукурузному полю. Давай, мы все-таки попробуем его штурмом взять. Да, у меня стрелы тем более уже в наличии. У меня сколько там по стрелам? Тоже сейчас сделаю себе этот стрел. Ну, 14 стрел у меня, это я так думаю, уже можно воевать. И перья, перья, перья. Так. Ну, в Дезервиле я не попарусь, конечно, что я. Хотя можно было бы, конечно, забежать быстренько, схватить ружье. Я думаю, что ты забежишь и от собак ты уже не убежишь. Это да. Поэтому собак нужно сначала со снайперки снять. А потом вертолетом туда. Да, да. А потом, как мы и задумали, вертолетом. Я, кстати, когда играл на легком уровне, я был уверен, что все зомби ходят медленно. Просто потому, что это зомби. Но оказалось, что можно выбирать. И у меня просто стояла галочка в поле, что зомби не бегают. Поэтому я все-таки спокойно из них отбегал. А недавно, когда мы с Алексеем зашли в дом, вот при записи, зомби начали бегать быстрее меня по дому. И я понял, что это намного сложнее играть, чем я себе предполагал. Просто поставил правильную сложность. Так, у меня опять кончилась таймин, Алексей. Еще мне плохо, я попил плохой воды. А еще у меня есть, я достал топор железный. А я, Алексей, достал FireX. Что это? Это топор железный. Топор железный, да? У меня железный топор, а у тебя топор железный. Так, я на ферме. Уже... С стороны Дезервиля? Да. Да, я уже вижу этих самых, головы. Я сейчас тебе подбегу, и мы попытаемся сразиться с ними. Давай. Я предлагаю тебе заскочить и сразу на второй этаж залезть. А ты будешь снизу прикрывать? А я буду руководить тут с ломами. Я думаю, что нужно немножечко их сначала расстрелять, чтобы хотя бы поменьше было. Они не будут появляться заново? Ну, да, вот сейчас я подойду. Я, кстати, сейчас тут одного залутаю, я вижу. Это я стою. Докажи. Могу стрельнуть. Могу стрельнуть. А, жук. Ладно. Я решил присесть. Ну, сто, Алексей. Кукуруза, кукуруза. Все. Направо, налево? Мы пойдем с тобой налево, Алексей. Налево. С маленького дома начнем. Там две собаки. Три собаки. Алексей, пойдем в другой дом. Давай я сниму этих собак. Там три штуки, Алексей. Ну, одну. Опа, они уже бегут, все равно снимать. Класс. Так, не снял уже. Алексей, я бегу через поля, мне страшно. Я понял. Сейчас, 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 все будет хорошо. Класс. Настоящая команда. Была у меня одна стратегия в одной игре. Так, вторая собака, еще одна осталась. Что ты будешь делать? Третья собака, все. Алексей, как ты в них попадаешь? Ну, я, во-первых, правую клавишу нажал, и так целиться лучше. Это я тоже сделал. Ха, ты видел? Я просто победитель. Давай вот так, вот так, побыстрее. Ты лутай, а я буду, это... У меня-то 14 стрел было. Проговорились. Так. Почему-то собаки очень долго лутаются. Зато в них намного больше еды. Так. Так, собаки прямо долго лутаются. Блин. Медсестра. Подожди, подожди, подожди. А, ладно. Ты предупреждаешь, кто где? Я сейчас, как бы, не вижу. Ты видел, он вытертал поле? Просто на... Ах, боже мой. Я думал, это он меня бил. Ты мне помогаешь. Спасибо. Ах ты, собака, прямо передо мной пропала. Так, ладно, все, забегаем в дом. Вля, там их толпа. В доме? Да. Они ломают этот дом, чтобы выйти. И я зачем-то ломаю дом. Ну, чтобы выйти, очевидно. Давай их выпустим, пускай они выходят. Давай, да. Я тебя не подпираю, я надеюсь. Я чуть-чуть промахнулся, скажем прямо. Давай называть вещи своими именами. Меня пнули. Тебя коснули? Пнули, пнули. А, пнули. Ну что ж, смотри, мы достаточно успешно сражаемся. Ну да. Потому что уровень средний. Да. Мы играли на очень сложном, но очень сложном. Да, очень сложно. Как бы это ни звучало, туфтологически. Да, ты знаешь, но вообще на легком уровне в доме как-то покруче что ли. Ну да. Сейчас. Так, на карте вроде никого. Значит, так, я какую-то книжку нашел, это уже хорошо. Это просто книжка, я думал это рецепт какой-то. Это, не-не-не, ты читай ее, читай. Не, ну на ней написано буквы, ты думаешь, это... Я бы прочитал, сейчас я попробую. Вот у меня две книжки. Алексей, я могу прочитать ее только сам. В игре она не читается. Да? Да. Ну сейчас, подожди. А, точно, точно не читается. Ну, на самом деле, слушай, здорово. Все-таки оказалось возможно зайти в это здание. Потому что Алексей сделал 14 стрел. Да, потому что Алексей... И убил трех собак. И убил трех... Я, кстати, ни в одну собаку не попал. Вот. А я хоть потратил, конечно, стрелы, там штук шесть, наверное. Но все уже. Шесть стрел. Алексей, с меня книга. Которую нельзя читать. Ой, я кровать забрал. Прикол. И даже делать не надо, оказалось. Только я забрал именно кровать, прямо кровать, понимаешь? То есть не лежак. Я так надеюсь, что это сработает. Я думаю, что нет разницы. Да, все мы так думаем. Алексей, у меня переполнен инвентарь. У меня еще нет. А что там, нашел что-то хорошее? Я не знаю. Ну, вообще, то есть не знаю. Я знаю, но сейчас я не смогу... Так, у нас еще есть подвал. Я на твоем месте срочно шел сюда, потому что здесь есть сейф. Хорошо. И я его 13 секунд буду открывать. Ты там прикрой. Я типа книгой прикрой, не волнуйся. Книга лучше подарок. А я здесь мужчину нашел, но он грустный. Сейф не мог открыть, наверное. Так, и... Выбирай оружие. Говори, какое ты хочешь. Палка есть. Есть. Палка. Палка и дуга. Магнум. 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 Блин, что-то там... А, магнум. А, часть магнума. Жаль. Так, а есть... Часть здорово. Это... Есть разные патроны. А, ну, есть еще винтовка. Винтовка, это, в принципе, хорошо. Так, и патроны к ней у меня, наверное, тоже есть. Не, правда, я хотел, думал, сейчас тебе что-то дам. Тебе дать часть магнума? Сейф, спасибо большое. Я говорю, у меня кончилось место. Алексей предлагает часть магнума. Ты настоящий друг Алексея. Не, ну я же там... Может, ты что выкинешь там? Я выбросил яйцо, на самом деле. Ты его, очевидно, сейчас поднял. Я кость заточил, но оказалось, что удар костью на плюс 8. Слушай, ну ты, конечно, выглядишь с этой... А, Алексей, надо же булаву сделать. А, это... Булаву? Или она, может быть, потому что заряжена? Она заряжена. Ну, сейчас я пойду кого-нибудь пристрелю, и на этом мы, наверное, серию закончим. Хорошо, но я думаю, что, может, лучше пока не стрелять. Все-таки они на звук сейчас прибегут. Мне просто нужно проверить, она стреляет вообще или нет. Потому что она тихонечко... Не знаю, выстрели в карман как-нибудь. В карман? Ну, нет. Я сейчас найду какой-нибудь карман, и в этот карман выстрелят. А, ты на втором этаже был уже, да? Да, да, да. А на третьем? Я же там кровать забрал. О, вот есть какие-то патроны. Нет, это не они, видимо. Но она, наверное, у меня заряжена, потому что... Ты не выстрелил? Нет еще. Да мне в кого? Мы опустошили ферму. Да, мы доминаторы. Так, Алексей, мы обыскали дом. Да, это круто. Мы почти разрушили ферму. У нас еще, кстати, есть два домика на этой ферме, которые мы можем обыскать. И гараж, кстати, и что-то еще. Мне какую-нибудь мишень, ну, чтобы я не в воздух стрельнул. Я тебе предлагаю. Не надо ни в кого стрелять. Просто тихонечко, аккуратненько. Говорим, до свидания. Лутаем, лутаем. И... Я нашел мародера. Ох ты, блин. Ты что, совсем-то нормальный? У нас же... У нас стоит Friendly Fire, да? Наверное, да. Алексей, у нас стоит Friendly Fire. Извини. Ну, да, ладно. Да, да, я сейчас наемся. А где у тебя рука? Что? Где рука? А у тебя? А надо глянуть сейчас. F5, да, по-моему? А нет, что-то не работает F5. А на... Я не знаю, что нажать. Ну, как-то так, чтобы на себя посмотреть. Раньше, по-моему, F5 была. Ну, нет у тебя руки, в общем, доверяем. Ладно, хорошо. Так, короче, проверяем винтовку, насколько она крутая. Где твоя рука? Я по ноге. Можно по ноге? Ладно. По ноге, конечно, можно, Алексей. Потом еще лечи тебя. Я по кукурузе тогда. Да, она была заряжена. Она была отлично. И она опять заряжена. А, ну да, там, правда, она с одним патроном всего. Это какая-то такая... Что ты там крафтишь? Ну, это так. Видно, что я крафчу? Да, да, конечно. Я же вижу, как вылетают там всякие запчасти. Так, дорогие друзья, спасибо, что вы нас посмотрели, что вы были с нами все это время в этот нелегкий момент. Кстати, на удивление, меня не убили в этот раз ни разу. Это вообще супер. О, таблетки. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok